Здравствуйте, уважаемые едоки! Я Штукенция. Сегодня мы с вами попробуем грудку индейки, сыровяленную. Написано, что ее делали посол с сухими натуральными специями без добавления воды. Такого я еще ни разу не пробовала. Очень будет интересно узнать, что же это за грудка. В составе все так прилично, даже есть можжевельник и гвоздика. Давайте попробуем. Покажи состав. Кто любит читать состав, вы можете сейчас поставить на паузу и разобраться в подробностях, что там внутри. Ну а мы с вами вскрываем. О! Пахнет очень свежо, очень свежо. Знаете, вот нет этого запаха, когда вскрываешь какие-то колбасы или что-то бывает. Кислятина. Да, вот такой очень свежий, очень свежий запах. Отлично. Знаете, чем пахнет? Ну, индейкой, понятное дело, но как будто бы она свежая. Как будто бы мясо с рынка. Вот вы взяли, и как пахнет мясо. У него такой тонкий, свежий мясной аромат. Вот здесь вообще нет никакого дополнительного. Не ощущается ни копчения, не ощущается ничего. Просто свежая индейка, очень интересный запах. Так, давайте посмотрим на консистенцию. По консистенции, смотрите, какие симпатичные, тоненькие такие кусочечки. Вот такие они, очень жирненькие, не сухие. Индейка, кстати, проблема в том, что ее сложно приготовить, чтобы она была не сухой. Если вы пробовали когда-то, вы, наверное, это знаете. Эти кусочки жирненькие такие. Пробуем. Слушайте, если не знать, что это индейка, очень похоже, знаете, на что это? Это удивительный вкус, похож на рыбу. И такое ощущение, что я ем рыбу, красную рыбу. Ну, как вот, солененькая, она слабо соленая. И вот эта консистенция такая жирненькая. Какое ощущение, что это рыба, а не индейка. Вот если я не смотрю, не знаю, что это, мне кажется, что я ем рыбу. Очень странное чувство. Индейка по вкусу как рыба. Но мне нравится, потому что я люблю рыбу. Но, честно говоря, от индейки я ждала чего-то другого, потому что пахнет-то она индейкой. На вид вроде бы индейка, а по вкусу рыба. Такая, знаете, такой маслянистый такой вкус. Такой жирненький, такой очень необычный для индейки. Не знаю, как они это делают. Потому что индейка, я думаю, будет такая, как более сухая, то есть в ней будет меньше вот этой жидкости какого-то жира, что ли. Хотя жира здесь нет, не знаю, очень сложно объяснить. Но вкусно, знаете, мне так нравятся специи. Чувствуется соль. И какой-то тонкий, совершенно еле-еле-еле заметный аромат какого-то леса. Как будто бы вы в еловом лесу, и вот такой небольшой-небольшой послевкусие леса. Но сами по себе специи вообще не ощущаются ничего, кроме соли. Хорошая штука, мне очень понравилась. Приятного аппетита. Сколько баллов? Из 10 баллов поставлю 9. Потому что поставила бы больше, если бы мне это не напоминало рыбу. Все-таки это же индейка. Не знаю. 9 это много. Из-за какого-то такого, знаете, ментального. Очень вкусно просто. Очень вкусная штука. Еще я рыбу люблю. Не знаю, вот такое странное получилось у меня. Ощущение. Приятного аппетита. До скорых встреч. Напишите, пробовали ли вы такую индейку, и вообще, как вам индейка? До скорых встреч. Пока. Чего? Пока.